Меня зовут Виктор Сухунов. Я работаю в компании Microsoft Украина и занимаюсь развитием бизнеса Azure в Украине. Основная наша стратегия заключается в работе с партнерами, которые создают решения на базе Azure. На данный момент мы активно работаем с 30 компаниями в Украине, которые уже начали разработку проектов на Azure. Это как большие компании, которые планируют использовать более сотни вычислительных ядер, так и достаточно маленькие компании, которые доставляют ряд интересных социальных сервисов. Мой доклад был посвящен основам технологии облачной операционной системы Windows Azure. Мы рассказывали о таких особенностях, как возможность разворачивания отказоустойчивых, надежных приложений в облаке, которые разработчики могут задеплоить, развернуть в облаке буквально несколькими нажатиями мыши. Уже есть целый ряд интересных проектов. В частности, это программы для широкого пользовательского рынка, например, сервис для чтения электронной книгой SamReader, который работает, клиент которого существует для Windows Phone и работает он на Azure. Это также сервисы для малого бизнеса, такие как сервис онлайн-бухгалтерии iFin и сервис ведения документа оборота FLP.ua. Также сейчас в процессе разработки ряд сервисов и для большого корпоративного сектора. Отдельно хотелось подчеркнуть проект ADMixer. Это баннерная сеть, которая тоже сейчас находится в процессе миграции на Azure. Для компаний-стартапов Azure на самом деле является одним из лучших вариантов выбора платформы, потому что они позволяют стартапу сосредоточиться на своей идее, на бизнес-идее и начать ее реализацию, не затрачивая финансовые и людские ресурсы на сопутствующие сервисы, администрирование и так далее и тому подобное. Поэтому, безусловно, для стартапов выбор Azure является одним из очень хороших вариантов. Тем более, что в программе Microsoft Bispark, которая направлена на поддержку стартапов, уже присутствует бесплатный достаточно большой доступ к ресурсам Azure, который позволит быстро начать проект. Для уже крупных компаний-разработчиков, ASV, которые имеют свои проекты, необходимо в первую очередь оценить эффективность и целесообразность миграции. И, возможно, начать миграцию, подключая Azure как сначала дополнительной платформу с возможной полной миграцией сервиса на Azure. В первую очередь, это вопрос, насколько текущая система удовлетворяет потребностям, какие перспективы роста бизнеса, т.е. сможет ли удовлетворить текущие подходы, текущая система, текущая платформа, на которой развернут бизнес, планируемому росту. Какие риски может нести бизнес ввиду выхода из строя платформы. Ответив на эти вопросы, можно решить, стоит ли или не стоит мигрировать сейчас. Когда компания разворачивает свой сервис у себя, т.е. используя на своих серверах, всегда существует риск, во-первых, выхода из строя этого сервера или серверов, существует риск тех или иных ошибок, совершенных администратором этого сервера, и, наконец, существует риск того, что в случае скачка количества пользователей, скачка нагрузки, такой сервис выйдет из строя, просто поскольку не сможет обслужить всех пользователей. Классические примеры – это, например, веб-магазины, которые при выходе нового продукта или в сезон, например, новогодних покупок вынуждены очень сильно расширять свои усилительные мощности. Это, как бы, первая группа рисков, да. Ну и, наконец, это вещи, связанные с тем, насколько компания хочет инвестировать в поддержку своей инфраструктуры или же на развитие своей бизнес-идей. Как бы, разворачивание серверов в облаке, в принципе, исключает возможность, там, физического выноса или физического воздействия на серверах, да. То есть, доступ к тем или иным ресурсам, находящимся в Azure, может быть получен правоохранительными органами только по решению суда. В первую очередь, нужно изучить, что платформа предоставляет. Для этого на сайте Microsoft Suite есть возможность получить тестовый доступ к технологии Azure, изучить, собственно, то, что представляет технология на сайте windowsazure.com, вот. А также мы проводим сейчас ряд технических тренингов для разработчиков, поэтому призываю вас зайти на сайт microsoft.ua slash events и зарегистрироваться на эти тренинги. Ну и, наконец, создать свой продукт на базе Azure.